добрый вечер здравствуйте наши дорогие зрители и сегодня очередная наша рубрика на диване и у меня в гостях ильяна энгельхарт многие наверно знают или она да пожалуйста мы уже почти готовы все привет всем привет еще раз наш сегодняшний вечер посвящен можно или это буду называть или как обычно в жизни знаете какие варианты очень такое обширный можно называть вообще на самом деле очень много вариантов твоего имени и когда пишешь и когда произносишь вот я просто помню на чтобы первое знакомство ты приехал ко мне в салон и такая стильная такая серьезная таких очень стильных очках ты вошла и ты не сразу говоришь а можно просто или и вот с тех пор вот и ты для меня просто я просто я настаиваю потому что я очень многих наших зрителей я надеюсь что для очень многих которые возможно сегодня только тебе услышат ты будешь тоже такой же вы просто или потому что на самом деле или она на самом деле ну просто человек праздник да но мы сейчас начнем не с праздником и сейчас начнем с твоей такой вот основной деятельности то чем ты то чему ты сейчас посвящаешь огромное количество времени и последние годы или писатель написал прекрасную книгу и она неважно так скажем томе будет представлено мы ранее поговорим сегодня потому что это событие придет ее выход и ты к нему готовишься но прежде чем это рассказать немножко об этом событие скажем просто о себе для тех кто только что тебя узнал этот вопрос ты сама любишь задавать своих прямых эфиров как ты оказалась в германии что для тебя германия не соответственно будет уже вытекать книга который мы поговорим чуть позже темой столько вопросов сразу ты такая молодец мне не удалось тебя перебить потому что вот мне туда хотелось ответить и тут захотелось я не буду тебя перевернуть сейчас рассказывать на самом деле но во-первых я благодарю тебя за то что ты меня пригласила это очень приятно и у нас такой получился небольшой лаверды я пригласила тебя на первую свою встречу тоже в живом эфире сейчас ты пригласила меня к себе вчера в живом эфире виталий сиртагу сказал это наверное в принципе будущее такое телевидение когда только появилась телевидение говорили ну это театр на диване а сейчас у нас театр на диване превращается в телевидение и наверно в будущем это будет такой как радио по заказу так и телевидение по заказу то есть зрители могут подключаться в прямую и смотреть именно то что им интересует контент который мы интересен тех людей с которыми мы и вот именно вот именно и мы с тобой в этом смысле делаем благое дело потому что мы знакомим людей в германии берденье друг с другом то есть мы говорим о людях с которыми встречаемся сами и с которыми нам интересно и мы познакомим об этом это не просто там какая-то красивая тетя который сидит где-то в останки надавили может быть в голливуде даже да это классно вот и по поводу твоих вопросов и сейчас наш канал как бы сыр и так или иначе он все-таки про наверное миграцию потому что все мы здесь появились не сразу постепенно и поэтому я обожаю эту тему и задаю тоже всем гостям как так получилось что мы приехали достигли ли мы того зачем мы приехали и в принципе вот отвечая на твой вопрос почему появилась книга потому что я решила это даже не держать в себе об этом написать что происходит еще интригуем название книги это как раз вытекает книга называется почему немецкий муж особенно мне нравится как перевела у меня одна подружка на немецкий и немецкая версия будет тоже об этом я сейчас позже расскажу ворум дойче ман когда это говоришь немцами хочу эту книгу хочу прочитать это же сразу так по-русски да тоже очень такое название не знаю даже откуда она появилась видимо книга она появилась знаешь постепенно то есть я начала писать какие-то короткие рассказывать то что сейчас называется блогерством когда я начала писать книгу в каком-то лохматом году это было не книга просто серия рассказов о том как я стала вспоминать в виде дневниковых записей как это было что я приехала что я встретила своего будущего мужа такого аристократа голубых кровей то есть это по идее девушки и женщины всего мира хотя не шага себе это получить такого мужа я даже вот о таком уровне не мечтал но просто я всегда говорю я была запрограммирована с детства что надо уезжать в германию мама сюда часто ездила к подружке и в принципе я вот так с молоком матери впитывала такую информацию все там такая тусня тут что тут серость так все блекла вот там то есть даже когда у меня появлялись ухажеры там в россии мальчики это знала что мы сейчас так дружим если мы там говорили если у нас там будет что-то серьезно если вдруг я сделаете предложение там я говорила но можно я рассмотрю твое предложение знаешь как уехать в германию нет вот так что у меня была цель достигла и ты знаешь что вот интересно я сейчас говорю сама себя ловлю на мысли то что мне казалось надо ехать в германию потому что там яркая 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 жизнь и сейчас если ты меня спросишь достигла ли я того чего я хотела прочитав мой роман вы узнаете что случилось как бы с моим браком и с этим прекрасным парнем аристократом кстати книга кстати написано и для того чтобы попросить прощения перед ним и наверное перед многими такими немцами которые с такой искренней любовью с такой детской какой-то неиспорченностью принимают нас каких-то шальных безумных баб оттуда которые приехали с мечтой это так красиво но они приехали прямо вот так и сейчас если ты меня спросишь вот где вот эта вот яркая жизнь до которой я ехала достигла или нет ну вот совсем по другому понимаешь получилось совсем по-другому то есть сейчас если мне сказать где яркой жизни скажу что она скорее там где нас нет это бывает так нет хорошо там где мы есть это однозначно просто просто немножечко вот другой аспект а с какой стороны рассматривать яркость жизни с какой стороны ты придаешь значение что для тебя яркой жизни на том или ином этапе твоей жизни опять же тогда и сейчас ты наверняка уже другая сложно поспорить что кто-то раз остается тем же когда прожил больше 20 лет неважно в какой стране уже подарок возраста в том что мы начинаем по-другому оценивать события свою жизнь происходящей с нами решила написать эту книгу как свои такие какие-то мемуары и прощения к тому человеку который в принципе предоставил тебе эту цель который ты шла но ты поняла что это как раз не то к чему ты стремишься еще в жизни надо наверное искать чего-то еще новое то есть это не те краски которые казалось бы были мечтой вот они воплотились и вот ты уже ими рисуешь свою жизнь пишешь и не чувствуешь себя счастливой вас все не так все начать как тогда скажи ну значит я сейчас все расскажу да мне сейчас прям вот очень важно потому что первая книжка выходит и мне очень хочется чтобы ее покупали потому что меня читатели я вообще скромный была блогер писатель который писала писала себе и наставляла всегда это фейсбуке в клубе своем читательском потом сайт создала и все стали говорить где книжка когда будет книжка я говорю ребят ну читайте ну там же если даже сайт специально сделала читайте оказывается вот нужно еще жива это вот форма стоящие печати книги и очень много людей которые хотят руки держать я вот нет книги чаще слушаю поэтому я сказал ладно будет книжка ладно вот с удовольствием и занялась вот прямо этим делом и у меня прекрасно сразу собралась команда девочка женичка если ты вдруг посмотришь послушаешь евгения моц редактор с прекрасной карьерой и в москве который здесь тоже занимается редакторским делом мне так понравилось то что ты написала я вообще бесплатно просто так от чистой души я возьму и сделаю тебе редакторскую правку ты чё разве так бывает она конечно вот мне просто нравится то что ты делаешь ну глупо не согласиться понимаешь а потом она находит художника которая но это кстати просто из разряда очевидные невероятные девушка меня никогда не видел не смотрела там мой блог не видела ни одной фотографии мне же не присылает как тебе такие рисунки даже такая родная душа и я смотрю там просто на меня смотрят молодая ли я такая девочка с кудряшками такая в меру такая стервозная где-то растерянная я говорю ну просто обалденно если уже вот так сошлось значит надо делать понимаешь и вот они делают там не знаю год или два там они делают там что-то картинки я не тороплю потому что я не знаю что дальше а потом наталья наталья сладкова известнейшая в германии писатель автор множество книг которая такая умничка занимается кучей проектов у меня был снеживой эфир тоже она говорит но или но ты уже все сделала давай книгу напечатать меня свои издательства она уже вот помимо книг уже издательство открыла ну все если уже со всех сторон давай давай это кстати когда меня спрашивают тяжело ли в германии сдать книгу я как раз хотела тебя спросить то есть ты расскажешь даже вот эти шаги это иногда действительно очень сложно воплотить конечно все хотят иметь свое издательство произведение но но мы к дороге по крайней мере далее имеют те кто пишет мне по жизни просто везет я считаю что мне по жизни всегда и во всем везет очень часто даже тогда когда я не подозреваю что мне что-то здесь нужно ко мне приходит неожиданно помощь ко мне неожиданно обращаются я встречаю людей которые именно в этой области что-то знают понимают поэтому сказать что вот какой-то там труд или еще что-то но это будет просто неправда может это будет даже не честно сказать что я хочу сказать по своему опыту личному и общению с другими людьми что очень важно еще увидеть эту помощь то есть то что она тебе приходит это классно на то что ты это видишь ты должна просто ценить себя саму за то что ты живой или совестно пульс это огромный между прочим классная такая черта и молодец ты счастливчик потому что ты не только получаешь это вселенную тысячу и ты можешь увидеть и использовать так что этому неспроста неспроста такая команда вот и но вообще книгу до германии издать очень сложно в том смысле что если ты хочешь чтобы тебя напечатали какие-то известные издательстве я правда не пробовал мне просто сказали другие другие друзья писатели которые здесь печатаются они говорят вот и замуж потому что печатают уже известных людей только да что делать начинающему что делать начинающему понимаешь ходить куда-то там обивать пороги всем рассылать и причем я прекрасно как бы отдаю отчет свои книги я понимаю что это не какое-то высокохудожественное литературное произведение это действительно записки дневниковые автограммару лично девочки это причем если прозвучать нескромно но все таки я сейчас себя немножко похвалю по сравнению с тем что я начала писать книгу и уже к ее окончании там сильно заметно изменения стиля чем больше пишешь тем наверное лучше получается как и в любом деревне которым мы занимаемся поэтому уже к концу книги там интереснее сюжет больше заворачивается там каких-то диалогов но и причем это все на реальных событиях но я просто это научилась как-то лучше излагать наверно но тем не менее это очень легкая проза типичный женский роман и ходить во все эти кричать сейчас там издательство я такую книгу написала для меня должны напечатать но не знаю пусть это будет как-то знаешь отпусти это пусть будет цепочка каких-то закономерных последовательностей возможно она сама как бы придет я всегда думала что пускай сама придет мне сейчас сказали очень умные люди вот уважаю их мнение что на самом деле книгу надо было переводить на немецкий сразу же потому что она наверное даже для немцев будет более интересный как сказал это взгляд она говорит ну ты конечно переведешь ты вот ну хоть понешь 100 процентов но ты подумай о своей семье ты понимаешь что немцы тебя по идее после этой книги но большинство возненавидит то есть не так многие скажут мы тебя уважаем за честность большинство немцев скажут ну ты как вообще могла так себя вести с нашим братом с нашим соотечественником с таким хорошим парнем потому что когда я рассказывала историю там своим друзьям немцам или немкам но они реально сидели вот с такими глазами говорили ты это делал как ты так могла боже мой как они тебя терпели а что у вас все такие это реально очень честно да то что там написано отравление всегда ценятся или но я думаю что эта книга интересно но даже там куда который нас там уже здесь я слышала у наших девочек и сама тоже читал правда естественно не полностью то что но тем не менее очень захватывающе читать то есть забываешь сколько часов ночи в этот момент не читаешь и думаешь будешь завтра же вставать потому что не можешь остановиться и хочется знать а что же там было с тобой дальше и собственно говоря еще когда тебя знаешь близко я про слышу твой воскресенье у меня поменялась до поменялся как раз в общем то насколько я знаю тебя сегодняшнюю да я читала о твоем прошлом и даже иногда не могла сопоставить потому что ну вот у тебя сейчас все таки семья счастливая семья я знакома с твоей семьей это такое достижение на самом деле вот потому что для женщины семья тем более счастливая семья это огромное достижение я со всеми своими гостями немножко так затрагиваю эту тему да и мы говорим о том что для того чтобы быть красивыми и счастливой такая база она если есть она очень дает много потенциала для женщины вот ты пишешь как относится к этому твой супруг как вообще твоя семья тебе в этом помогает или наоборот мешает поддерживает или говорят мама дорогая займись чем-то другим нами например потому что писателем быть сложно то есть когда ты просто служащие или там работник когда-то с 9 до 6 где-то ты приходишь можешь уделять время своей семье вот она уже семейное время для писателя для художника для каких-то творческих людей всегда сложности но насколько я знаю как у тебя как тебя поддерживают твои или нет вот вопрос как к этому относится муж он уже стал таким знаешь вот любимым просто пишут спрашивают как этому относится мой муж мой муж к этому относятся положительно моему мужу наверное даже где-то так импонирует что супруга было непонятно что атаку вроде писатель там что-то делает мало того естественно на чьи деньги издается книга на деньги мы уже просил так его теперь называть на самом деле мой муж не читает практически ничего что я пишу то есть ему кажется что мне больше всего удается как он говорит господи перевести в это правильно хотя он русский но почему-то там говорит на немецком то что на тренингры за друг это то что давит на слезную железу он будет хотя получается лучше то есть не нравятся какие-то мои слезные стихи и размышления там о детстве о бабушках вот а все вот это он начинает читать он говорит ну ты извини но вот не моё ну то есть вот как-то он так и слава женский роман да это не значит вот муж мой такой не читает его и в этом наверно такое небольшое счастье там бы неизвестно плаве книжка или нет но на самом деле соответствии эти шутки оставим муж конечно меня достаточно человек уважающий себя и я думаю что вот эти вот все описание мои бывших похождений это ни в коем случае как бы вы не затрагивает прекрасно понимает что у каждого человека это принципе и придумать даже если там за ругашка каждый человек имеет право на прошлое понимаешь странно как-то отрицать или там что-то скрывать там то есть у меня никаких таких моментов нет чтобы я могла действительно ну прямо вот сильно стыдиться то что сделала вот за что мне стыдно я про эту книжку написала моя есть поверьте причем призналась всем причем публично ну и вообще если какие-то вещи со мной происходят о которых мне ну не знаю мне даже некоторые стыдно которые меня очень трогают которые меня очень задевают которые эмоционально на меня сильно влияют это вот к вопросу описательстве вообще не про книгу наверное про мой блог про кучу рассказов про кучу параллельных каких-то повести которые я пишу это все всегда про эмоции которые сильно затрагивает то есть я не могу спать я не могу у меня чувствовал воспаленного мозга это я все еще отвечаю на это вопрос про семью потому что конечно не у писателей а вообще у творческих людей не может быть речи о каком-то нормированном рабочем дне то есть там 9 до 9 то есть никто там не работает хотя говорят что бывают очень неорганизованные люди которые там умеют как-то свою творческую жизнь организовать но это вообще не для меня мне сложно мне сложно конечно сочетать творческую жизнь потом свою богатую социальную жизнь и семью но дети ко мне не прибегают мама займись мама займись мной потому что у меня дочь подросток говорит мама выйди отсюда когда я к ней захожу и зачем ты сюда зашла оставь меня в покое но подростки вообще больше к этому целью чтобы к ним не приставали сыном у нас более такие теплые пока что близкие отношения я нахожу время чтобы почитать ему ночью в постели там или если не нахожу то нахожу какой-то другой момент в принципе я думаю я абсолютно убеждена ведь свой вот изначальный эфир было про красоту для женщины про красоту я уверена что красивая женщина это счастливая женщина это женщина которая есть возможность заняться самореализации то есть если я занимаюсь любимым делом чтобы это не было пишу я организовываю встречи веду прямые эфиры если меня от этого прет да то хорошо моей семье снимать это все понимают мама все мама в кайфе мама хорошее настроение все прекрасно все поешь все красавица все тогда все вокруг блестит и сеть ну все если у меня что-то не получается я не смогла сесть за книгу они меня там чем-то задергали какими-то там домашними вещами я не знаю что-то случилось не дай бог там кто-то заболел тогда или я сама заболела ну и как бы вот тогда рушится вот этот вот домик все на самом деле карточный домик до что происходит какая-то вещь и может нас выбить себя но я буду для меня это конечно какая-то болезнь если близких или меня тогда это выливает все остальное я считаю можно всегда поправить наладиться и главное это тот заряд который нанесем себе и да тяжело писать но в то же время я нахожу время для всего понимает и ну пока проблем не было пока что все пока что все хорошо и все нет с этим проблем здорово ты сама сказала в своему час предыдущем да как раз то о чем у тебя говорили социальная жизнь тебя проскользнула такой богатой социальная жизнь расскажи пожалуйста новым нашим зрителям что это за социальная жизнь потому что мы многие из них до из зрителей уже участвуем этой социальной жизни потому что ты огромный организатор на самом деле помимо того что ты писатель ты еще и организатор премьер разных абсолютно событий разных абсолютно мероприятий и светских и путешествий и женский клуб и ну масса вообще у тебя огромное количество вот разных вот этих направлений я не представляю как ты все успевать и где ты берешь эти идеи как это ты все воплощаешь опять же большой опрос обширный ты разверни его и расскажи пожалуйста подробнее первичка все на своем месте когда я смотрю на тебя и что делаешь ты у меня точно такой же вопрос возникает как ты все успеваешь насколько у тебя гармонично проходит жизнь как ты успеваешь и работать и делать свои прекрасные посты про здоровье еще и про кулинарию еще и дома гармония все такие красивые аккуратные причесаны в два раза больше детей чем я тоже сам издаюсь вопрос просто каждый на своем месте даже знает как решают эти вопросы потому что она на самом деле вот правда восхищает и я с большим удовольствием участвую во многих твоих зазыбок на эти мероприятия ну знаешь на самом деле недавно с моей любимой подругой прозвучал кого-то еще нелюбимые подруги есть на самом деле сам любимая подруга меня называют тех с которыми меня связывает вот прошлое прямо вот уже очень много лет даже больше десяти ну и стали говорить про эту мою какую-то неуемная деятельность я говорю сама не знаю как я вообще во все это влезла она говорит как не понимаешь ты же сама сказала абсолютно четко уходя с последней работы но девочки теперь я всерьез займусь с вашим досугом то есть действительно так сказала задатки с работы не за этого уходила меня просто можно сказать выгнали за большой любовь к праздникам я не напевалась на работе устраивать это не так я любила ездить в отпуск слишком часто а это никакой фирме не понравится потому что даже за свой счет если человек уезжает как через каждые два месяца в какие-то путешествия то естественно там какие-то проблемы с начальством в общем не об этом речь я стала я всегда это делала мне было это жутко интересно организовывать что-то то есть из той же исходя идеи если хочешь сделать что-то хорошо сделаю это сам у меня получается хочешь какой-то праздник да но его не можешь найти значит сделаю его сам и я эти праздники стала делать ну то есть сначала это было для очень небольшого окружения ближайшими для ближайшего круга подруг то есть этом пять шесть десять человек ну то есть этот круг постепенно рост да уже вот так вот публично можно сказать мы выступили когда даша с игорем арт-сити пипл приехали открылись вы замечательные теперь просто нашумевшие вы наверно нет ни одного человека которого потом не побывал они только открылись и прекрасный мы начали вместе вести курс вместе с галиной художницы талантливейшие галина на мазин зятов артен двай пьем вино рисуем картину то есть у меня удовольствие 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 во всем потому что у меня уже была группа девочек моих подружек таких более или менее близких уже 15-20 человек к тому времени и я сказал ну игорь не проблема сейчас я приведу народ и мы начнем с до виду и наш с ней прекрасный проект праздные ящерицы назывались сейчас мы тут все устроим но и устроили да то есть стали приходить люди стали постить в интернете и стало больше и больше людей приходить проект до сих пор существует прекрасно сейчас его ведет марина попова и денис ермак денис ермак там вообще каждый день и будет сюда даже сейчас вот и ну просто когда-то только рисовать картины становится мало становится интересно заняться актерским мастерством становится интересно узнать уже про искусство больше становится интересно узнать про парфюмерию становится интересно организовать свой концерт в общем понеслось и понеслось и неслось и неслось и даже до сих пор можно сказать быть очень откровенную камеру когда такие завинчивают кругом гаечки я тут рассказываю про какие-то праздники кругом ну то есть давайте так я не буду вот прямо совсем все открывать секреты но есть возможные возможности возможности сейчас эти возможные возможности по даже у меня уже нет но скажем так до недавнего времени когда нам немножечко уздечку ослабили это было как раз лето и осень были очень прекрасные и мы прямо проводили вечеринки одну за другой ты была ты помнишь был прекрасный концерт при свечах с женщин в платье мужчины в костюм атмосфера музыканты какие шикарные об этом даже миша и марина калюжный вообще их нельзя было заставить берлине и вот где-то я благодарна карантину потому что очень много классных людей сейчас вынуждена оказались запертыми в городе и с ними можно общаться так как вообще было невозможно никогда не было невозможно застать этот марина с мишей не здесь они не в каких-то своих бесконечных турные и мы организовываем этот концерт да и тогда было запланировано огромный концерт пришлось до 40 человек редуцировать количество это возможно или даже не представляю сколько но мы не хотели первый делать прямо такой огромный мы хотели посмотреть что получится но ты знаешь что получилось когда будет вам будет то возможность чтобы мы могли опять собираться сто процентов мы это сделаем как только так сразу рисовать и слушать музыку и выезжать куда-то вместе с детьми до большими компаниями несколько раз выезжать это уже следующее тихо тема деятельности потому что выезжать меня за это ругают на самом деле вот вы еще не ругали но вот опять таки любимые подруги близкие очень люди не говорят ты зачем вообще-то делаешь ты куда-то съездишь классное место найдешь потом об этом пишешь всем сразу говоришь а пара не забронировать и мы сами потом ничего не можем забронировать меня муж ругает меня все ругают я сама честно говоря не понимаю зачем я это делаю то есть у меня какая-то желание делиться но мне кажется если человек если человек счастлив внутри но или ему кажется что у него все хорошо но это же наверное правильно и честно деление который делится открыто откровенно он получает потом в несколько раз больше то есть было и потом и потом и тебя просто даже переполняет порой насколько я знаю слышу со стороны вот всевозможных вариантов по идее поэтому я думаю что даже не бойся что что-то такое перекроется это просто нет она открывается и мы во многие отели классные которые там я открыла уже мы не можем попасть потому что там уже все на годы вперед заблокированы ну слушайте новый мир же не заканчивается вот этой страной этим отелем но сколько впереди еще всего прекрасного что можно найти опять поделиться и люди скажут спасибо и поедут им будет классно и вообще слава богу я рада когда люди рады и когда у них все получается то есть ради бога берите пользуйтесь я даже сказал это такие люди вот первые открыватели вот ну пускай ты там открываешь не там америку когда ты делаешь мир в этом да да ты смыть туда еще даже не успеть доехать принципе а на самом деле ты открываешь но вместо людей точно у людей знакомишь между собой благодаря вот этим проектом то есть это огромное на самом деле счастье потому что опять же то с чего мы начали там мы оказались в общем-то в эмиграции к этому можем вернуться и это такой для начала человек приезжают по себе могу сказать это на самом деле старая с первых двух лет жизни точно не знаю кого-то может быть меньше у кого-то больше и если посчастливиться встретиться вот с такой или такой красавицей прекрасный на самом деле жизнь становится просто краше вот так вот в один день потому что посетив такое мероприятие у тебя появляется открываются глаза на другую жизнь ты встречаешься с людьми если просто даю обратную связи как человек который тоже в общем то мы с тобой познакомились как раз на том этапе когда я только-только уже начинала чувствовать что я буду здесь стою на земле но все равно еще не до конца благодаря тебе я тоже узнала очень много замечательных девушек женщины и мы сейчас и дружим и встречаемся как неформальные формальные обстановки в разных и это так здорово ты знаешь я не чувствовал себя на самом деле такой счастливой в россии потому что у меня даже не было такого близкого круга общения то есть не на секунду не жалеешь что я оказалась здесь берлине потому что 1 первую очередь окружена людьми вот и благодаря тебе я смогла очень так со многими с них познакомиться спасибо большое мне очень приятно я так это ценю когда мне это говорят и когда я это слышу я понимаю что все было не зря понимаешь и не то что там все было не зря я там куда-то шла и от этого добивалась но это здорово когда люди встречаются когда дружат с этим более в эмиграции и я удивляюсь тому что даже иногда в россии я слышу с девчонками с одноклассницами они почему-то не встречаются у них там что-то происходит я не знаю что да почему почему так тяжело это же это же сила и каждый человек это такой космос то есть с девочками с которыми я общаюсь но не только девочками не мальчики в группе но есть еще отдельно женские группы где встречаешься и с каждой когда просто разговариваешь ты понимаешь сколько в каждом человеке золото сколько всяких возможностей которых ты даже не подозревал вот просто сидит а маша тайна воля ира ты начинаешь с ними общаться начинаешь больше узнавать и почему я делаю свои живые я потому что я когда начала общаться с каждым человеком один на один я поняла что но это просто не может быть но такая важная интересная информация только я и владеть не могу конечно как люди приехали что он пришлось преодолеть чего они достигли что они сейчас предлагают какой они несут энергию или наоборот какую энергию они хотят даже что им не хватает это надо знать это надо знать и надо знать как можно больше аудитории потому что потом я хожу и всем пересказываю пересказываю вы знаете а так есть возможность сразу разумеешься конечно так ты сразу не транслируешь и все говорят ну вот все классно мы хотим кто не мы хотим коли мы хотим дружить с этими людьми не потому что даже они там ну что-то прямо так и какие-то проекты создают они просто может быть там интересуются вот девушка прекрасная да к нам ходит она бросила работу потому что решила заняться любимым делом искусством она больше 15 лет проработала бюро там она говорит нет жизнь слишком коротка я займусь любимым делом я займусь искусством стала заниматься и ходит по галереям предлагает нам у нас до того как закрылись галереи каждую среду выходили под ее предводительством совершенно бесплатно по галереям она нас знакомила кто что какие галереи существует какие художники то есть я говорю вот просто так вот раз и появляется человек который хочет это нести дальше да и очень много таких примеров да 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 из нашего даже ближайшего круга очень очень много интересного наше с тобой знакомство о чем дальше это говорить сколько меня людей благодарили что я с тобой познакомила да что мы вместе общались на месте путешествуем и это это всегда сила именно вот в этих контактах и действительно я очень многим своим зрительным зрительницам да прям вот советую подписаться на или потому что или проводник такие мероприятия такую вот жизнь где люди встречаются делятся и дружатся да и вот это твой новый не так давно осуществленный такой проект женский клуб да то есть это вот это сейчас про другой говоришь это уже эксклюзивный клуб который можно попасть в определенный момент туда тяжелее попасть скажем так туда уже идет очень такой серьезный отбор там надо рекомендации участниц или я лично должна с человеком пообщаться чтобы понять и это удовольствие уже платные не совсем не совсем не огромных денег за нет нет она стоит не огромных денег но просто я считаю что когда уже начинаешь так много своего личного времени туда инвестировать и вот именно в организацию когда этим ты занимаешься и на это реально хоть много времени но это уже просто даже как-то неумно совсем-совсем ничего за это не хотите то есть у меня большой большой клуб которым мы постоянно делимся информацией там абсолютно все добро пожаловать и уже такой маленький клуб там 30-40 наверное только женщин только женщин которые хотят быть в своем кругу но там немножечко по-другому но есть такой фейс-контроль определенный что туда попасть и это возможно да то есть в общем-то принципе это первое это арт-н-двайн это группа который в общем-то в последнее время очень много девочек записалась еще в арт-н-двайн иногда пишу об этом приглашаю в свою группу для того чтобы записаться можно к тебе обратиться в общем-то сообщение и я думаю что это знаешь когда свет сильнее всего заметен в темноте тут тоже самое что какая-то радость и позитив он больше всего наверно к нему тянутся люди когда вокруг очень такие депрессивное унылое настроение поэтому да сейчас люди хотят больше общения больше позитивной энергетики я это чувствую я это замечаю и то что мы пишем в группе тоже очень важна людям поддержка и позитивный заряд но вот пока к сожалению вот сейчас новые вот эти вот ограничения уже даже я не знаю сейчас что с ним делать потому что если я до последнего даже проводила в каком-то формате небольшом вечера да и такие салонные мероприятия у меня были то сейчас я просто не имею права так делать потому что я понимаю что это не только я себя под монастырь подвожу там какие-то много тысяч штрафа но и своих гостей а если люди мне доверяют они приходят ко мне на вечеринку и потом там все платят по 500 евро штрафа но это ну да это конечно безусловно наверное не самое лучшее будет как бы я очень надеюсь что все таки эти меры не так надолго да и как бы давайте будем в это верить потому что нам очень действительно не хватает в нашей жизни позитива праздников и здорово что есть все таки я опять-таки не соглашусь извини пожалуйста я считаю что вот так вот сидеть и верить что это закончится мы не будем потому что сидеть и верить это ну как бы дни не совсем продуктивное занятие надо сидеть и чем-то интересно в это время заниматься попробовать раскрыть себе какие-то неизвестные грани творчества причем я говорю это не обязательно писать не обязательно рисовать это может быть на кулинарном поприще это может быть скульптура я вот сейчас хочу попробовать сама горшки глиняные начать лепить да вот по этой японской такой теме чтобы они все получались корявые но очень индивидуальные то есть что-то сделать сейчас когда есть время сказать лишний раз близким я тебя люблю с детьми больше времени провести это очень благодатное время поэтому ребят не отчаивайся любое время она на самом деле хорошие не бывает плохого времени пока вы в это поверите да мы будем все время на связи просто знаешь действительно если кто-то допустим не окружен большой семьей да я бы я знаю просто от многих своих да и клиентов и близких о том что тяжело себя бывает выдернуть знаешь вот из этой вот такой серой реальности которая сегодня окружает и поэтому вот какие-то такие взблески какие-то твои такие знаешь бывает иногда зазывы они реально правда вот людей поднимают просто вот дивана о том о чем ты говоришь стимулирует для того чтобы заняться чем-то особенно если идея какая-то такая хорошая блага как творчество да какой-то ну вот сейчас я идею предлагаю свою группу интенсивно давайте встречаться хотя бы один на один в парках рядышком с каждым есть парк напишите я иду сейчас гулять в свой парк у меня там прекрасно там я не знаю озеро пруд какие-то столетние дубы давайте встретимся там прогуляемся вот вам новый человек вот вам общение все появляется какой-то новый формат конечно я сама с удовольствием встречаюсь и когда есть время прогуливаюсь я даже говорю это вторник-четверг когда у меня вот не так много занятий социальных поэтому с удовольствием я пойду на прогулку и кто-то обезьяну из вашего из вашего сообщества подписчиков там инстаграм фейсбук если вы напишите я хочу пойти погулять кто со мной кто-то из ваших виртуальных знакомых захочет развиртуализироваться и встретиться с вами наверняка это будет может быть прямо супер интересно ну а если нет ничего не потеряю даже очень интересные сделали саши минфином с известным гидом либо не надо отдельно представлять также когда мы были в бирме он мне начал писать такие учения поддерживающие сообщения тут все нормально будет вы вернетесь я в принципе не очень расстраивалась но многие переживали что нас оттуда из бирмы не спасут ты когда мы приехали оказалось что мы рядышком живем но мы продукт подруга не знали и только благодаря интернету познакомились и сейчас очень вот нежно дружим с ними поэтому я очень верю виртуальные знакомства я очень верю в то что если люди уже подписаны друг на друга зачем-то это произошло значит что-то вас где-то зацепило если у вас есть 7 друзей среди подписчиков скорее всего их можно считать рукопожатие возможно да можно уже встречаться суши мне кажется мы все время которое было нам отведено уже как-то бессовестно можно воспользоваться познакомимся потому что если есть сейчас такая возможность как-то сама сказала значит нужно ее использовать вот сейчас больше времени есть так вот сесть на диванчике поговорить познакомиться даже нас там вы может быть ближе где-то сейчас рассказывала не все знала да вот интересно для наших зрителей это вообще так скажем я уверена что смотрит сейчас или под посмотрит уже в записи новые люди которые скорее всего подключиться к нашим очень интересным мероприятиям и творческие музыкального путешествия ты теперь на какую планку задала что мои мероприятия не имеют права теперь быть уже не очень интересны я тебе так мягко-мягко ты знаешь как я мягко к этому подвожу мягко-мягко умеешь мягко стереть что величка теперь уже не отвертись пожалуйста мы на тебя все очень надеемся потому что реально у тебя есть для этого потенциал талант и правда вот это вот зажигательность тебе знаешь когда пишет что не такой так ребята собираемся там вот и зашло даже не думаю хватаешь и пишешь ну то есть там говоришь муж муж дима дима по вот вот сейчас вот надо ехать там субботу и вот несколько раз мы уже вот так и не на минуту не пожалели что присоединились и с удовольствием будем в общем-то и дальше присоединиться очень надеюсь на вашу компанию и на вашу тоже дорогие что-то радио слушать ведь у меня радио в голове дорогая аудитория и уже так скажем заканчивая эфир на минутку вернемся все-таки к твоей книге небольшой просто анонс скажи пожалуйста какие-то планы более четкие есть по выходу когда презентация планируется ли она или сейчас пока из-за этого времени какая вот сейчас презентация конечно сейчас никакой презентации не будет как я планировала себе там широким выходом банкетом нет конечно же придется это все делать вот как-то вот в онлайн видимо сейчас я дала задание программистам чтобы на сайте у меня наконец-то вели порядок и там возможность будет приобрести аудиоверсию и электронную версию книги и почитать еще каких-то там 300 или 500 уже не знаю там моих рассказов и про германию и про семью и про путешествие недавно я написала большой такой пост про последнюю поездку на канарес опять со всеми паролями и адресами и явками куда надо ехать даже на карантин сегодня подружку летела только в общем есть чем заняться есть чем поделиться и про книгу если вы на меня подпишетесь вы естественно узнаете ирочка об этом тоже отдельно напишет когда книга выйдет потому что я ее в руках еще сама не держала на мне вот-вот должна прийти на днях и я ее начну активно продавать чего делать не умею он бы сейчас видимо начну учиться это хорошо тоже есть как раз сейчас время и думал поучиться но в любом случае знаешь хорошие вещи продавать не нужно они сами продаются нужно немножечко просто помогать на этой прекрасной ноте пожелания в принципе да потому что действительно и я тебе желаю огромного успеха с этой книгой и с твоими я уверена последующие произведения будет 3 3 дома 3 мужа и есть чем заняться заняться я думаю что и потом ты найдешь уже знает себя близко я знаю что на этом все не не ограничится я думаю ты найдешь другие темы и источники не будешь из них еще исчерпать и желать и в общем в этом огромной большой удачи большое спасибо большое спасибо за приглашение большое спасибо за внимание надеюсь вам было с нами весело да дорогие зрители наши мы прощаемся с вами и я уверена что многие из вас заинтересовались и подпишитесь или или они на инстаграм или фейсбук которым можно более подробную информацию о ней лучше на фейсбук это я как-то очень лениво веду не очень хорошо в нем разбираюсь у меня текста не помещаются туда любом случае эфир будет и там и там и мы обязательно дадим ссылки так что всем приятного вечера всего хорошего пока пока